Друзья, добро пожаловать в осень и в 13 выпуск. В этом выпуске я хочу познакомить вас с темой технологии в недвижимости. Рассмотрим мы ее на трех примерах. Это автономный дом, это современная технологичная компания, которая реализовывает сверх проекты и затронем технологии прошлого, старое, то что создавалось руками. Но начнем мы этот выпуск именно с автономного дома. Так как выпуск наш посвящен технологии в недвижимости, мы решили начать с загородки, а именно разобрать тему автономного дома и понять вообще, что это такое. Для меня это не совсем понятный тезис, поэтому мы обратимся с этим вопросом к Павлу. Павел является генеральным директором компании НЕКО. Итак, Паша, скажи, что же все же такое автономный дом? Автономный дом – это дом, который не зависит от центральных коммуникаций, А именно электричество, газ и канализация. Нужно только пояснить, что без углеводородов мы не обходимся, потому что в нашем климате зимой приходится все равно подключать топливные генераторы, и мы используем для генерации тепла биомассу, а точнее пилеты. Уникальное торговое предложение заключается в том, что вы можете ставить дом в любую точку мира, и вам не нужны внешние коммуникации. Производство дома 30 рабочих дней, доставка в зависимости от региона и установка в течение двух-семи дней. Речь идет о том, чтобы сочетать энергоэффективную конструкцию дома, которая эффективно расходует энергию, и собственную генерацию. То есть локальная генерация, это тепла и электричество. Давай на примере этого дома посмотрим, что здесь вы предлагаете? Терраса, веранда, прихожая, спальня, гостиная, камин, телевизор, обеденный стол, санузел, кухня. Все. Сколько метров здесь? Здесь 60 метров. Модели у нас 12 от маленьких домов, там 3 на 5, и заканчивая мини-гостиницей, блочной. Она получается 26 метров на 6 метров и двухэтажная. Потребитель получает полностью готовый дом к проживанию или коммерческому использованию. Друзья, я хочу вас познакомить с Витаутасом. Витаутас является президентом Бекшта Construction Group. Да, совершенно правильно. Привет. Привет. Познакомим зрителя нашего с компанией, наверное, в первую очередь. Чем вы занимаетесь? Основной деятельности в рамках, конечно, нашей темы, технологии. Бекшта Construction Group. Мы занимаемся Design and Build и General Construction. Основной вид деятельности, где очень высокая технологичность, это Design and Build. Давай расшифруем это для того, чтобы всем было понятно. То есть это управление проектированием и строительство полный цикл. То есть управление проектированием, значит, мы нанимаем архитекторов-дизайнеров для, неважно, это коммерческий или частный сектор. Значит, у нас есть собственная архитектурная еще компания, которая доводит этих проектов. Мы не только нанимаем российских архитекторов и дизайнеров, но и международных, англичане, французы, американцы. Значит, и они рисуют концепции. Дальше мы это все приводим через наши технологии, архитектурную студию, инженерные, так сказать, подразделения в рабочие чертежи. И дальше мы это строим. То есть клиенту до подключ, то есть до завершения окончательного проекта, когда человек открывает двери и со всеми декорациями, если это частный сектор посуда, полотенце, если это коммерческие объекты, также это гостиницы или офисы с компьютерами и так далее. То есть вы в одном роде и генподрядчик, и агрегатор, который собирает, а дизайнеров, строителей и так далее. Мы единственные, думаю, в России пока что особенность, это касается частного сектора. Ну, в коммерческом секторе есть очень крупные игроки, но в частном секторе мы очень серьезно занимаемся привлечением иностранных архитекторов и дизайнеров, потому что, ну, это иной немножко взгляд на, так сказать, интерьер, архитектуру и так далее. Друзья мои, мы приехали на Ярославское шоссе для того, чтобы на контрасте посмотреть очень старую избушку и понять, какие технологии применялись там. Как я понимаю, дом совсем не какущий, все делалось своими руками, начиная от электрики. Ну, собственно говоря, у хозяина мы сейчас об этом и узнаем, боже мой. Здравствуйте, здравия желаю. Станислав. Иван Павлович. Иван Павлович, здравствуйте. Да, здравствуйте. Но мы вас долго не задержим. Нам важно понять состояние... Да. Я здесь прикрою. Да, я даже сделаю это самостоятельно. Муран, муран, стихия. Что я хочу уточнить касаемо вашего дома. Скорее всего, вы строили его вот этими мощными ручищами, строили и перестраивали. Как давно вы его построили? Тут 30 лет. Он еще до меня был. Покажете нам. Ветки и заброшены всем. Он уже нигде даже. В проектах его. Вот дочь, когда супруга умерла, вот. А они тут БТИ, все документы делали, вот. Говорят, а этого дома нет. То есть дом даже и не числится? Его нет. За водой ездили, так, километра два туда, вот за мост этот. Ага. Вот, в сторону вонтельки. Два туда. Туалет вон, вон там метров, ну сколько, метров 150, наверное, слегка успеешь набежать. А у меня пенсии вот с инвалидностью 10 штук, 10 косых. Вы на эти деньги и живете, и дом содержите? Ну, а чем? А какие расходы по дому, по электричеству? Ну, какие расходы? Как все платят? Сколько в месяц? Коммуналка. Сколько в месяц здесь уходит у вас? По 7 тысяч в месяц? По 7 тысяч в месяц? Да, по 7 тысяч. С учетом пенсии 10. Чувствуете, как себя? Да так. Средне. Держитесь, пожалуйста. Ну, что ж, потихоньку. Ну, вы боец. Да. Чему отдали жизнь? Чему жизнь свою посвятили? А, я в шахту засыпал. Да. Ну. Самый серьезный жизненный урок, наверное, для вас? Инвалид был полбригада. Полбригада туда на небеса, остальные инвалиды. Какой оборот в год у вас, у компании? В строительстве такая штука, что тут нет, мы не продаем там молоко, да, то есть точно, что произвели там 20 или 30 тысяч бутылок. У нас бывает очень загруженный год, например, когда идет только чистовая там отделка, особенно там каких-то крупных объектов, это может быть гостиницы или какие-то крупные офисы, или может быть, когда в одном году там мы завершили, да, то есть работы, очень много проектирования и, например, там старт, общестрой ведется. Но, в принципе, мы там работаем в рамках там 10-20 миллионов долларов ежегодно. Хорошо, а количество объектов реализовано в год в среднем? От 16 до 30. Технологии – это автоматика, это управление там умным домом. Все это очень боятся, особенно те, которые имели практику там 10 лет тому назад. Когда только все рождалось. Да, то есть тогда, конечно, не было качественных программистов, не было компаний, которые занимались очень там серьезно к этому, это было больше там для Америки. Сегодняшний день – это настолько все уже далеко, и не надо этого бояться, ну никак. Это должен быть friendly, да, то есть friendly – это что такое? Ну вот это все приводило нас в гаджеты, да, то есть все вот приложения, которые есть, это приводит в некую качество, да, то есть если… Это хороший пример, когда меня спрашивают там про бюджеты, вот в частности design and build, что очень важно – это определить бюджет. На нашей площадке очень точные правила, в каком бюджете должен быть выполнен проект. Потому что, ну, это главная задача, клиент должен точно понять. А дальше, то есть мы обеспечиваем весь этот процесс довольно кайфом в таком формате, это видеонаблюдение, еженедельные отчеты, финансовые отчеты, финансовые планирования, потому что, как правило, строительство – это не трехмесячная история. Идет ли нас в будущем в широком формате подобная автономия? Конечно, есть особенности технологической, да, и менталитет должен поменяться. Плюс, смотрите, мы за последние 30 лет использовали больше 50% ресурсов земли. Вот, и как бы, ну, наверное, вот мы с вами там, может быть, наше поколение, мы молодые, да, но не очень об этом задумывались, но уже там моим детям придется об этом задумываться всерьез. В общем, итог, пять недель, 3,5 миллиона рублей, я заезжаю в данный дом. Мне нужен участок, кусочек земли, небольшой, да, не обязательно большой, это может быть, условно, там, тютелька в тютельку под этот дом. Да, вы можете еще взять в аренду землю. Самые технологичные проекты, которые вами реализовывались? Я думаю, что самые технологичные проекты в рамках, там, офисной недвижимости, это в Прибалтике, это банки сейчас, которые вообще open space, вот недавно мы, там, закончили проект, там, 800 рабочих мест, скандинавский банк, это 16 тысяч квадратных метров, и ни одного кабинета, все в open space, даже, там, совет директоров, все это управляется, весь офис, все бронируются конференц-залы и так далее, все это через, там, телефоны. Только хотел спросить, какие технологии там внедрялись? Ну, это автоматика. Все автоматика, то есть все. То есть все переходит вообще на телефон, мы даже сами, вот, наша компания для клиентов заканчиваем, буквально, там, месяц-два уже запустим мобильное приложение, где человек заходит в мобильное приложение, и все его строительство... Блин, ты просто описываешь Lobster Construction, что такое-то? Если говорить о стоимости проекта скандинавского банка, если не секрет, какова стоимость была? Слушай, вот офисы FIFI&A, услуга FITAUT FURNISHING COMPLECTATION. Поясни, разъясни, что это такое. Весь цикл, ну, то есть ты заходишь к помещению Shell & Core, это бетон, больше ничего нету, обычно это плавает от, в частности, там, Прибалтики, в России чуть дороже это, но там, не сильно, это от 500 до 1000 евро за квадратный метр. Все же, цена этого проекта... 800 евро за квадратный метр. А в общем? В общем, ну, где-то 10 миллионов евро. А в сроке, сколько вы сделали этот проект? 9 месяцев. Друзья, не могу не сказать вам о том, что 29 сентября в Центральном доме художника будет проходить большая выставка-ярмарка, посвященная тенденциям рынка недвижимости. За последние 30 лет, вернее, даже не полные 30 лет, рынок проходит уже третий кризис. Причем последний, о, достаточно затяжной. Это ощущают все, как профессиональные участники рынка, так и девелоперы. Благодаря последнему кризису к концу подходит очень большой цикл, который закладывает новые начала на рынке недвижимости. Я предлагаю вам посетить это мероприятие. Ниже я оставлю ссылку. Идите за пользой, идите за новыми решениями, за тенденциями. Образовывайтесь, получайте свежую информацию. Она поможет вам в дальнейшем принимать те или иные решения. Мир меняется, все меняется вокруг. Не отставайте. До встречи на выставке. Самый дорогой объект и где? Сколько и где? Из коммерческого сектора это торговый центр с гостиницей в городе Рыбинске. Рыбинске? Рыбинске, да. То есть 38 тысяч квадратных метров это иностранные инвестиции. В Рыбинске? В Рыбинске. Не в Москве, не в Питере. В Рыбинске. При том, что когда я приехал первый раз в Рыбинске, я не мог поверить, что это 300 тысяч населения. Но там интересно к тому, что они создали такой комплекс. Это торговый центр, некий футкарт, буферная зона, из которого попадаешь в гостиницу. В гостинице там спа, небольшой фитнес-центр. И гостиница там на, если не ошибаюсь, 100 с лишним номеров. Ну то есть такой некий комплекс. Но в городе это, конечно, центр номер один. Там люди не молятся на этот? Да нет. Хотя рабочих мест они, наверное, обеспечили. Ну все-таки такая штука создает, там несколько сотен рабочих мест. Виталту, спасибо тебе большое, что познакомил нас с решениями и технологиями в лакши-сегменте. Ребят, вас прошу, поставьте лайк, если эта информация для вас была полезна, вдохновила, заинтересовала. Либо вы хотите как-то более широко ее раскрыть. Мы бы очень хотели, кстати, оказаться на каком-нибудь объекте реализованном, для того, чтобы изнутри посмотреть на все эти решения. Сможешь организовать? Конечно, конечно. И еще добавлю, что я могу пригласить в процессе строительства показать в разных стадиях, как это происходит. Это будет очень зрительно и понятно, что все-таки стройка-то не грязная, так сказать, история с таджиками, а это некий такой другой процесс. Нужно стереотип, нужно стандарт этот сломать. Сломать, конечно, потому что сегодняшний день в стройке совсем другие процессы происходят, другая качество и по-другому она выглядит. Круто. Чем обычно привыкли все это въедет. Мы ждем приглашения. На этом спасибо огромное. До встречи. Друзья, спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Прошу оставлять свои комментарии, подписываться на канал, ставить колокольчик и рассказывать друзьям. На следующей неделе мы проведем совместно с вами мой день. Посмотрите, чем я живу, как я его провожу, с кем я встречаюсь, какие вопросы решаю. Ну, покажу немножко, скажем так, свою повседневную жизнь. Здесь же я с вами прощаюсь. Я поехал. Всего хорошего. До следующей недели. Па-па-пау. Па-па-пау.